Хочу рассказать о том, что лучше всего предпринять не только при биполярном расстройстве, но и при ОКР, обсессивно-компульсивном расстройстве. Отмечу, что всё это не заменяет медицинского лечения. Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем это делать. Я просто хочу дать вам другую точку зрения, потому что бывает очень трудно найти такую схему, которая действительно может привести к желаемому результату. И, к сожалению, лечение этих двух расстройств, которые предлагают сегодня, имеет много побочных эффектов. Во-первых, есть масса селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Эти препараты блокируют обратный захват серотонина, что повышает его в теле. Вам также могут назначить кламипромин внутривенно, либо глубокую стимуляцию мозга, при которой в мозг вставляют электрические провода или даже функциональную нейрохирургию. А кто-то может порекомендовать и химическую лоботомию. А когда вы читаете про альтернативные методы, вас пугают тем, что альтернативные методы опасны, у них много побочных эффектов. Но при этом кому-то давали рыбий жир в 10 раз больше обычной дозы и, конечно, получали побочные эффекты. Что насчет побочных эффектов лекарств? И главный вопрос в том, почему вообще возникло такое расстройство. Вот что интересно. Важно понимать, что механизм действия некоторых из этих лекарств заключается в манипулировании нейромедиаторами. И факт, о котором многие не знают, хотя должны знать, и который связан со всем этим, состоит в том, что кишечная микрофлора производит огромное количество нейромедиаторов. Выходит, если у вас проблемы с кишечником, лучше бы вам заняться их решением, потому что в этом случае микрофлора, вероятно, производит недостаточно нейромедиаторов. Я говорю о серотонине, норадреналине и дофамине. Поэтому у людей с биполярным расстройством намного чаще наблюдаются воспаления в кишечнике, чем у тех, кто им не страдает. Так что эти вещи связаны. Итак, вот простой порядок действий. Если у вас проблемы с кишечником, сначала разберитесь с ними. Как? Внизу есть ссылки на видео об этом. По сути, вам нужно начать есть такую пищу, в которой содержатся как пребиотики, так и пробиотики. Я имею в виду ферментированную пищу, квашеную капусту, кимчи, может, даже высококачественный кефир. Обязательно пробиотики. Одно это может в огромной степени стабилизировать настроение. И, конечно, я обращаюсь сразу к шестому пункту. Главное, что может привести к воспалениям в кишечнике, это злаки. Так что вы просто обязаны избавиться от всех злаков в своем рационе, а также от сахара. Оба этих ингредиента очень сильно разрушают кишечник. Я знаю много людей, которые просто исключили из диеты глютен, избавились от сахара, после чего эти симптомы волшебным образом исчезли. Чтобы наладить кишечник, заполняйте его дружественными бактериями, одновременно убирая вещи, вызывающие воспаление. И сюда относятся также и масла из злаков. Это соевое масло, кукурузное масло, рапсовое и хлопковое масло. Это чрезвычайно провоспалительный продукт. Второе. Мозг работает намного лучше на низкоуглеводной кетогенной диете, чем на высокоуглеводной, насыщенной сахарами диете. Поэтому, когда мы имеем дело с эмоциональными или когнитивными расстройствами, мозгу станет намного лучше от кетонов, так что снижаем углеводы. А если у вас синдром раздражённого кишечника или воспаление в кишечнике, вам, может быть, стоит перейти даже на корневор-версию кетодиеты. На такой диете вы исключаете растительную пищу. Некоторым людям это очень полезно. Так что мы даём мозгу кетоны в качестве топлива и поддерживаем кишечник. Это две самые главные вещи. Третий, очень важный момент — рыбий жир. Я рекомендую масло из печени трески, потому что в нём есть ещё и витамины А и Д, не говоря уже об омега-3 жирных кислотах. Омега-3 жирные кислоты помогают значительно уменьшить воспаление в мозге и, согласно исследованиям, приносят большую пользу при таких расстройствах. Кстати, все ссылки об этом внизу. Хороший, высококачественный рыбий жир очень важен, но нужно понимать, что требуется около месяца, чтобы он подействовал. Так что, начинайте пить его регулярно, это поможет уменьшить воспаление в мозге и в целом поддержит его здоровье. Следующий, очень важный пункт, номер 4 — витамины группы В. Вашему мозгу позарез нужны витамины группы В. Они необходимы для работы нейромедиаторов. Если у вас ОКР, витамин В1 для вас жизненно важен. Он реально помогает концентрации внимания, а также избавляет от нервного напряжения. Так что В1 очень важен. Кроме того, нужны фалаты. Фалаты, а не фолиевая кислота. Берите именно фалаты. Это натуральная форма, и это очень важно. Остальные витамины группы В тоже берите натуральные. Пищевые дрожжи — отличный источник этих витаминов. Намного лучше синтетических вариантов. Это всё обязательно, а вот это на ваше усмотрение. Аратат лития — очень эффективное средство при биполярном расстройстве. Следующий пункт — N-ацетилцистеин, сокращенно NAC. Покупая что-то с аббревиатурой NAC, убедитесь, что это именно N-ацетилцистеин. Он очень эффективен при маниакальной фазе биполярного расстройства, так как регулирует в мозге глутамат — это аминотислота. Часто люди, страдающие биполярным расстройством или ОКР, испытывают депрессию. И если у вас депрессия, принимайте гиперфарин — экстракт зверобоя продырявленного. Отличное средство при депрессии. Так же, кстати, как и витамин D. И если у вас ещё и шизофрения, рекомендую добавить к списку глицин, но нужно принимать его в большом количестве — по 20 грамм три раза в день. Это 60 грамм в день. Но вы можете скорректировать дозу по своему весу. Чтобы рассчитать её точно, умножьте 0,8 на свой вес в килограммах. Это может помочь в значительной степени минимизировать данное состояние. И, наконец, можно ещё добавить витамин B3 — ниацин, как своего рода вишенку на торте. Известно, что ниацин отлично помогает страдающим шизофренией. В общем, я хотел дать вам эту схему, чтобы у вас была альтернативная схема, которой можно следовать, чтобы себе помочь. А составить базовый план питания и разобраться во всех нюансах кетоденной диеты вы сможете на моём базовом курсе «Здоровая кета». Приглашаю вас на свой курс «Здоровая кета». Он для тех, кто хочет похудеть так, чтобы вес снова не вернулся. На курсе я расскажу, что мешает сжигать жир и что конкретно нужно делать, чтобы исправить это без вреда здоровью. Этот курс прошли уже сотни людей и добились очень стабильных результатов. Присоединяйтесь и вы.